Проект Синдичати, Украина Новый президент Украины вступил в ряды сопротивления Проект Синдичати, США 26 мая 2019 года Нью-Йорк, последнее, в чем нуждается Украина, у которой полно собственных очень серьезных проблем, это оказаться втянутой, в очередной раз, в скандалы вокруг президента США Дональда Трампа К счастью, несмотря на все свои недостатки, новый президент Украины Владимир Зеленский, кажется, понимает это Зеленский еще не принес присягу, а канцлерий Трампа, бывший мэр Нью-Йорка и прокурор по делам мафии Рудольф Джулиани уже объявил о планах поездки в Киев Его цель заключалась в том, чтобы уговорить Зеленского организовать надуманное расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, входившего в совет директоров Борзина Холдингс, Бурисма Холдингс, одной из крупнейших топливно-энергетических компаний Украины Джо Байден сейчас лидирует среди кандидатов от Демократической партии, которые намереваются выступить против Трампа на президентских выборах 2020 года Поэтому Зеленскому, по сути, предложили кубок с ядом Джулиани явно попытался развернуть стол в игре против демократов, которые накануне президентских выборов 2016 года получили компрометирующие материалы на пола Манафорта, главу предвыборного штаба Трампа Источником этих материалов стала администрация Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины Обнародование фактов о деятельности Манафорта на территории Украины, где он работал консультантом Виктора Януковича, поддерживавшегося Кремлем предшественника Порошенко Стало одним из важных сюжетов в завершенном недавно специальным прокурором Робертом Мюллером расследовании вмешательства России в выборы 2016 года У Джулиани, попытавшегося организовать дело Манафорта наоборот, нашлось множество добровольных сообщников украинцев Согласно сообщениям прессы, Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, написал Джулиани письмо, в котором утверждалось, что, будучи вице-президентом США, Байден лично получил доходы от украинской газовой компании в обмен на лоббистскую деятельность и политическую поддержку Луценко, вероятно, полагал, что попытка опорочить Байден усилит его позиции в отношениях с Зеленским, который не захочет выглядеть оппонентом Трампа Как же он должен был удивиться, когда Зеленский попросил парламент уволить Луценко с должности Но некомпетентный перевертыш Луценко не было единственным украинским союзником Джулиани Более того, собственные мутные связи Джулиани в этой стране стали поводом для множества спекуляций и расследовались Мюллером Благодаря своей консалтинговой фирме Джулиани Партнерс Геулиани Партнерс, Джулиани наладил связи с людьми, связанными с украинскими мафиазией Включая Геннадия Керниса, который уже долгое время занимает пост мэра Харькова А ранее якобы был боссом организованной преступности в этом городе Сам Кернис эти обвинения отрицает Джулиани также связан с Павлом Фуксом, российско-украинским магнатом, который занимается нефтью и недвижимостью В 2017 году Фукс нанял фирму Джулиани, специализирующуюся на вопросах безопасности Для консультирования города Харькова и для открытия офиса в США, который бы поддерживал инвестиции в этот город Фукс также заявляет, что Джулиани был нанят в качестве лоббиста национального правительства Украины Джулиани это оспаривает Так или иначе, дело Хантера Байдена является сфабрикованным заговором И это подтверждает Сергей Лещенко, получивший и опубликовавший выдержки из письма Луценко Джулиани Роль Лещенко, бывшего журналиста-расследователя, а сейчас члена парламента, оказалась немного поэтической Именно он в 2016 году обнародовал черный реестр со списком секретных платежей, которые пророссийская партия регионов выплачивала Манафорту, когда он консультировал Януковича Джулиани называл этот реестр, оказавшийся подлинным, фейком, чтобы протолкнуть идею, будто расследование Мюллера политически мотивировано Что касается Байдена, то он осудил попытки Джулиани пролоббировать открытие Украины дела против своего сына Назвав неподобающим решение президента отправить собственного юриста к иностранному правительству с целью заставить его сделать нечто совершенно безосновательное, но позарящее Более того, в поведении администрации Трампа имеется оттенок вымогательства В 2017 году Украина получила от США помощь в размере 510 миллионов долларов, а в 2018 году Трамп сократил эту помощь более чем вдвое, до 224 миллиона долларов Да, конечно, со стороны Байдена выглядит не очень мудрым поступком то, что в 2014 году его сын стал хорошо оплачиваемым директором в Бурисмо То есть равно в тот момент, когда Байден был ключевым человеком президента Барака Обамы по делам Украины в условиях российского вторжения аннексии Крыма Джо и Хантер Байден должны были знать, что компания Украины, как и любой другой страны, будет считать на им сына вице-президента США гарантированным инструментом получения выгод в будущем Ситуация усугубляется тем, что основатель Бурисмо Николай Злочевский, который в разное время попадал то в милость, то в немилость у правительств Украины Как раз в тот момент стал объектом нескольких дел, начатых тогдашним генеральным прокурором Виктором Шохиным Но в 2016 году Шохин был уволен за коррупцию, причем по требованию Джо Байдена Более того, Байден с гордостью рассказывал, как он использовал обещание предоставить кредитную гарантию США на миллиард долларов, чтобы добиться этого результата Тем не менее, есть большая разница между плохой оптикой и незаконным поведением Несмотря на отсутствие политического опыта, Зеленский, который до убедительной победы на выборах президента в апреле работал телевизионным комедийным артистом, почувствовал гнильцу в планах Джулиани Сообщается, ему помогли советники, которые призывали его не соглашаться на эту встречу Теперь даже Луценко изменил свою позицию, заявив, что Хантер Байден не делал ничего нелегального на территории Украины, а необходимость в проведении следствия отсутствует В результате, Джулиане пришлось отменить свою поездку Он заявил, что, если бы поехал, то оказался бы в группы людей, являющихся врагами Трампа, а в некоторых случаях врагами Соединенных Штатов Если обнародование интриг администрации Трампа, и уклонение от ее глупых ловушек, превращает человека во врага США, то остается лишь надеяться, что этот знак Зеленский будет готов носить и дальше Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ